Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, друзья! Сегодня мы вместе с Машей Васильевой и Лизой Цуприк познакомимся с новой профессией, которая называется Бариста, а также приготовим вкусный, настоящий кофе. Поэтому присоединяйтесь, будет вкусно! Интересно, что такое тут стоит? Может, Ангелина сегодня не одна придёт, а с гостем? Ну, давай посмотрим. Может, и вправду... Ангелина! Привет, девчонки! Привет! Я не одна, а с гостем. Здравствуйте! Здравствуйте! А что нам сегодня вы интересного скажете? Я вам расскажу, как заваривать кофе. А как эта профессия называется, девчонки, вы знаете? Кто правильно заваривает кофе, умеет вкусные напитки делать? Бариста! 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 Запомнили? Бариста! Бариста! Сегодня мы познакомимся именно с этой профессией. Ну-ка, расскажите нам, как давно вы занимаетесь этим делом? Давно я занимаюсь делом уже порядка, наверное, лет трёх. О, ничего себе! А у вас есть любимый напиток? Конечно! Расскажите нам о нём. Я очень люблю эспрессо. Это короткий напиток, который заваривается буквально 30 секунд. Ничего себе! Представляете, 30 секунд! Это даже зубы не успеваемые почистить за 30 секунд. А расскажите нам, пожалуйста, важно ли качество в вашей профессии? Конечно, важно. Почему? Качество в каждых мелочах. Вкус кофе зависит от качества зерна, от помола зерна, от состава воды зависит, от температуры заваривания. Абсолютно всё, даже грязные руки влияют на вкус. Девчонки, вы знаете, откуда берутся зёрнышки кофе? Нет? Посмотрите, целые деревья! Кофейные деревья! В вишенке есть зёрнышко, это то же самое кофе. Это зёрнышко в ягодке. Понятно теперь? Да. Люди собирают ягодки, а потом из этих ягодок добывают зёрнышки. А потом человек по профессии бариста с помощью этих зёрен делает настоящий натуральный кофе. Вы когда-нибудь пили кофе, девчонки? Нет, я слышала, что детям кофе нельзя, но с молочком можно. Да, Машка, а ты пробовала кофе? Я пробовала кофе, но оно было не взрослое, а детское. Детское? Это значит с молоком и с сахаром? Да. А вкусно чай было? Да. А ещё я пробовала кофе с вечерменем. Ничего себе! Кофе – это не детский напиток. Его разрешено всё-таки более взрослым людям пить, но детям можно пить с молочком. Я правильно говорю? Да. И в малом количестве. Когда-то давно был придуман опиток лата специально для детей, для того, чтобы дети могли участвовать в кофейных церемониях вместе с родителями. Там очень много молока и чуть-чуть совсем кофе. Здорово, запомнили? Да. А я слышала, что существуют настоящие чемпионаты среди баристов. Это правда? Да, это правда. Недавно в Минске такой прошёл. Мы ездили, смотрели, болели за участников. Очень интересно, все соревнуются. Было порядка 20, наверное, человек. Выбрали лучшего и лучше поедет на мировой чемпионат. Здорово. А по каким признакам выбирает победитель? По вкусу напитков, по качеству работы бариста, по чистоте, порядку, оригинальность авторского напитка. Так покажите нам, как правильно заваривать кофе. Хорошо, давайте заварим кофе. Давайте попробуем. Давайте будем заваривать. Мы берём такой приборчик, называется он Аэропресс. В студии нет у нас возможности готовить на кофе в машине, поэтому будем использовать такой приборчик. Значит, мы засыпаем сюда кофе, мы его уже специально смололи. Давайте посмотрим. Можно понюхать. Как вкусно? Ребята, посмотрите. Да, это классно. Мы сюда засыпаем молотый кофе. Всё, весь высыпали. Дальше что мы делаем? Аккуратненько разравниваем его. Всё, видим, у нас кофе там ровненький. И берём горячую водичку. Кофе мы завариваем не кипятком, а немножечко она должна подостыть. То есть у нас здесь как раз комфортная температура. Заливаем водичку. Да, отметочки. Залили. И теперь нам нужно кофе перемешать. Для этого у нас есть такая специальная штуковина. Кто хочет перемешать? Девчонки, вы попробуйте. Я, я. Только очень аккуратненько. Аккуратненько держи. Давай сначала Лиза попробуй. Перемешивай по кругу просто, как ложечкой. Вот так вот. Я тоже хочу. Давай, теперь Машка попробует. Давай, теперь ты попробуй. Что делаем дальше? Дальше мы закрываем крышечку специальным фильтриком бумажным. Переворачиваем. Ой. И выдавливаем. Но нужно очень много силы. Можете посмотреть. Ммм, какой кофе. Так как деткам нужно пить латы, поэтому у нас с собой есть молочко, которое мы будем взбивать. А она перемешивает молочко. Она, да, перемешивает молочко. Молочко уже тепленькое, я его специально подогрела. Нам останется только его взбить. Он не горячо, можешь брать, только аккуратно. И аккуратненько взбиваем немножко на поверхности, хорошо? Чтобы мы видели венчик. Чуть-чуть мы его будем видеть. Вот таким вот образом. Видите, у нас молочко увеличилось в объеме, да? Да. Смотрите, будем делать красивый напиток. У нас есть, да, у нас есть красивый сиропчик со вкусом жвачки. Да. Можно, конечно. Прямо как твоя юбка, Лизочка, да? Да. Аккуратненько добавляем. Ой, 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 синий. Аккуратно, куда-то пальцами. Нельзя. Нельзя. Нельзя грязными руками. Нельзя. Так, один стаканчик. И во второй добавляем. И во второй стаканчик добавляем. Да. Мы молочко взбили, да? Да. Да. Давай сначала в этот стаканчик. Добавляем молоко. Да, добавляем аккуратненько по стеночке. Добавляем молочко. Чтобы у нас не перемешивалось. Вот, видишь? Посмотрите, как у нас получилось. И сейчас мы... Да, вот это. Как красиво. Да, да, очень. Я пока кофе налью в два маленьких кувшинчика. Мы будем аккуратненько добавлять в начинточек. И все, и закончилось. Так, теперь мы добавляем кофе, да? Самое важное. Значит, здесь у нас немножко кофе. Я даю тебе... Машке и Лизе. По чуть-чуть. Очень-очень аккуратно. И теперь вы аккуратненько вливаете по центру кофе. Аккуратненько, не быстро. Хорошо? Вливайте. Ой, молодец. Вот так. Молодцы. Какая красота у нас получается. Какая красота. Наверное, еще и вкусно. И теперь можно вот эту пенку. Мы сейчас аккуратненько разровняем. Чтобы не было видно вообще, куда мы вливали кофе. Теперь можете взять по трубочке. Аккуратненько размешать. И попробовать, что же у вас получилось. Размешивайте, размешивайте. Марина, расскажите нам, пожалуйста, где научиться этой профессии? На самом деле научиться на данный момент уже есть возможность в разных местах. К примеру, в Санкт-Петербурге имеется институт кофе и чая. В Италии имеются такие же институты. Да, это очень. Даже в Минске есть уже учебный центр, где учат этому делу. Ну, а также можно у каких-то... Профессионалов уже. Да, уже у опытных бариста также можно научиться. Причем опыта получить намного больше, чем в каких-то учебных. А я слышала, что в Италии существует даже целая династия семейных, которые передают профессию бариста. Не только в Италии, по всему миру имеются такие династии. И на самом деле на данный момент люди, которые занимаются кофе, очень глубоко начали проникать в это все дело. Ездят чуть ли не с самых плантаций, выбирают себе зерна, приезжают к себе в обжарку, сами жарят и потом готовят этот напиток. Поэтому, да, целая династия, люди этим занимаются с удовольствием, потому что это творчество, на самом деле творчество. У меня вообще образовывается. Да, да, да. Попробуют разные абсолютно сорта, разные зерна, общаться с фермерами, которые занимаются выращиванием. Обжарка, опять же, можно варьировать, светлее, темнее. Приготовление, встречание гостей. Это творчество. Да, интересная профессия. Девчонки, вам понравилась профессия бариста? Нам особенно понравился напиток. Ну, здорово. Спасибо вам большое, что забежали в гости, рассказали так много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.